Как строить отношения с маменькиным сынком? А зачем строить отношения с таким мужчиной? А точно ли в этом есть смысл? Ну да, это не очень хорошо быть с таким мужчиной. Вряд ли, наверное, я смогу быть счастливой с таким мужчиной. Но я настойчивая, я все равно буду строить, буду пытаться. То получается, по сути, мама это еще один мужик. Такой, знаете, доминантный мужик, который сам знает, что нужно делать, который принимает решения, который за сына решает, что ему делать. В таких отношениях, по сути, ты строишь отношения с двумя мужчинами. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Конечно же, я должен ответить вот так. А зачем строить отношения с таким мужчиной? А точно ли в этом есть смысл? А точно ли это тот человек, с которым ты в принципе можешь быть счастливой, как женщина? Но если он маменькин сынок, если ты это уже поняла, если ты уже пробовала что-то и как-то менять, это главный вопрос, который нужно себе задать. Но в этом видео, это видео, я посвящу тем девушкам и женщинам, которые все-таки, знаете, они более настойчивы. И как бы вроде бы они понимают, что, ну да, это не очень хорошо быть с таким мужчиной, вряд ли, наверное, я смогу быть счастливой с таким мужчиной, но я настойчивая, я все равно буду строить, буду пытаться, буду пытаться что-то делать. И в этом видео я расскажу, что же ты можешь попробовать сделать, что может еще лучше или максимально эффективно повлиять на ваши отношения и на мужчину. Что делают большинство девушек в такой ситуации? То есть, по сути, это любовный треугольник, в котором есть женщина, есть мужчина, ну то есть жена, муж или женщина, мужчина, у них отношения, и есть третий человек. Только третий человек, это не любовница, не любовник, а это мама сына. Часто эти мамы, они как бы очень любят своего сыночка, очень о нем заботятся, очень любят, и у них есть большое стремление влазить в отношения. И, конечно же, поначалу, может быть, это очень мило и приятно, и кажется, ну круто же, что сыночек любит маму, мама любит сыночка, но потом это уже как бы начинает быть за гранью, и со временем женщина, жена, ее начинает бесить поведение его мамы, просто бесить. И, по сути, как это продолжается? Есть треугольник, есть мужчина, с которым жена старается выстраивать хорошее отношение, и есть его мама, которая его, которая бесит жену. И, по сути, очень часто выходит такое, что жена и мама, они как некие конкуренты, они как некие борцы. И жена пытается влиять на маму через мужа, через сына. То есть она ему там пытается сказать, что пусть твоя мама не лезет в отношения, в худшем случае она начинает там критиковать маму, пытается ее через мужа как-то оградить от отношений, и часто от этого становится еще хуже. Что важно понимать дальше? Что в этом треугольнике, знаете, как в бизнесе есть, как в продажах есть такое понятие, как лицо, принимающее решение. И если есть отношения, где маменькин сынок и соответствующая мама, то получается, что мама сильнее этого сына. То получается, по сути, мама это еще один мужик, такой, знаете, доминантный мужик, который сам знает, что нужно делать, который принимает решения, который за сына решает, что ему делать. И поэтому, дорогие мои, если вы все-таки и выбираете продолжать строить такие отношения с таким мужчиной, поймите, пожалуйста, я очень редко видел случаи, когда такие мужчины меняются. Зачастую это вот любовь, такая неадекватная любовь мамы и сына, она, ну, словно навсегда, пока мама жива. Получается, что нужно делать? Лучший путь. Если ты все-таки выбираешь строить такие отношения, то тебе нужно выстраивать классные отношения не только с сыном, но и с мамой его. И понимать, что даже, возможно, в какой-то степени гораздо важнее выстраивать классные отношения, в первую очередь, с мамой, а уже потом с сыном. Потому что если ты с мамой выстроишь классные отношения, тогда мама, по сути, будет хорошо относиться к тебе. И она, получается, что будет на твоей стороне. И она, конечно же, будет еще больше в этом же плане влиять на сына, в хорошем смысле, потому что же мама на твоей стороне. Но если мама твой соперник, если его мама твой конкурент, пойми, пожалуйста, эта мама, скорее всего, будет тебе доказывать, что она сильнее. Она, скорее всего, будет доказывать тебе, что она права. И не важно, портится у тебя отношение или семья, или не портится, все равно, этому человеку все равно. Поэтому важно понимать, что в таких отношениях, по сути, ты строишь отношения с двумя мужчинами. Один из них муж, да, он послушный еще более сильному мужчине в обличии его мамы. Ни в коем случае нельзя с ней конкурировать и соперничать. Важно выстраивать с ней классные доверительные отношения. И также тебе будет полезен в этом мой YouTube-канал. Потому что ты спросишь, наверное, а как же мне, Ярослав, с ней лучше общаться? Вот ровно так, как с сильными мужчинами. Ровно так же ее нужно уважать, ее нужно слушать, с ней нужно не спорить, ее нужно хвалить, ей там нужно подчеркивать, что она умная, классная и так далее. И, по сути, нужно задаться вопросом, вот этой своей вредностью, своей вот этой жесткостью, вот это то, что она хочет все контролировать, что она хочет получить? Какое чувство она пытается удовлетворить? Очень часто это вот жажда признания, жажда любви, жажда, ну, любви, опять же, это не в смысле, там, поцелуи и обнимашки, да, а любви в смысле, вот, ты классная, мы тебя ценим, мы тебя видим и так далее. Поэтому, если ты хочешь, все-таки ты для себя решаешь, нет, я все равно буду строить такие отношения, пойми, пожалуйста, что здесь важно сделать акцент на выстраивании отношений с его мамой. Ну, лично моя позиция, как психолога, как Ярослава, я считаю, что нужно 10 раз вопрос себе задать, а точно ли мне по пути с таким мужчиной? И опять же, тоже задуматься, если возле меня такой мужчина, как-то же я его притянула, как-то же я его выбрала, чем же я такая привлекательная для маменькиных сыночков, которые без своей мамулечки ни шагу не могут сделать, советуются с ней, она ее там, ну, то есть, мама, это просто не разлей вода. С чем же ты стала привлекательной для такого мужчины? И это, возможно, может быть для тебя знак, что в себе можно проработать для себя же, для того, чтобы качество твоей жизни, качество твоих отношений вышли на новый уровень. Если для тебя важно еще больше разобраться в теме психологии отношений, как привлекать достойных мужчин, как строить по-настоящему счастливые отношения, как перезагрузить непонятные отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!